Всем привет! Сегодня 2 сентября, время 7 часов утра. Мы собираемся на море. И вот такой вот вид открывается с нашего балкона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Солнце еще не взошло. Это утренняя дымка стоит. Обещают где-то 30 градусов тепла. Не знаю, будет дождь, не будет. Вчера дождя не было. Так что можно... Ну, по крайней мере, отсюда я вижу море. Барашков на море нет. Значит, нету на море... Не штормит, по крайней мере. Вот сейчас мы уже одеваемся и идем. И как раз мы вам сегодня покажем дорогу на море. Ну и сам пляж, на котором мы будем загорать и купаться. Ну, а здесь вот строят новые корпуса гостевых домов или санаториев или гостиниц. Вид шикарный. Можно вот на балкончике сидеть и наслаждаться видом моря. Плохую погоду. Мы из своего гостевого дома сейчас идем на море. Такие здесь открываются виды. Сколько типа времени мы приблизительно можем только сказать. Так как у нас есть один хвостатый человек, который... Человек. Который все эти столбы метит. И поэтому, как долго она будет ходить метить, вот зависит и наш путь. Ну, а так где-то минут 10-15. Ну, приблизительно, да, минут 10-15. А если пенсионеры, то минут 20. Так уж совсем не спешно. Сейчас мы будем переходить дорогу. Ну, и идем прямо. Запуталась. Здесь вот такая зеленая зона. Небольшая. Сегодня что-то как-то на улице пасмурно с утра. Солнце там вот пытается пробиться. Но пока... Пока-пока вот еще не пробилось. Дошли мы до пешеходного перехода. Ну, тут такие ровно 3 минуты от гостевого дома. Здесь много столовых. Сейчас мы перейдем на ту противоположную сторону. И пойдем дальше. С этой стороны тоже зелень. Здесь вот различные дома. Там гостевые дома. И сейчас мы идем прямо-прямо-прямо. Здесь тоже вот зелень кругом. Даже там цветочки растут. Народ поехал на работу. Местные жители. Здесь вот зелени очень много. Сейчас мы опять перейдем дорогу. Так, подождем мыльничку. С противоположной стороны тоже зелень кругом. Подстриженные лужайки. Здесь вот можно купить всякие вкусняшки. Вот такой фонтан. Вот так хонтан тут журчит. Ну, а мы идем прямо. Здесь вот тоже такая вся зеленая зона. Малевичка наша на пляж идет. Вот собачкой точно идти где-то, наверное, будет полчаса. Все столбы обнюхала. Все там, я не знаю, чего она обнюхала. Каждому дереву. Не знакомая местность. Надо все пометить, чтобы по меткам идти домой. Подождем, уложи утренняя прогулка, ешь, пописать. Ну, и заодно утренняя прогулка, да, пописать. Вот она тут все сейчас записывает. Ну, что, Светлана, тут зелень немного. Да, нормально, я как-то думала, что хуже будет. Не, здесь вот на окраине оно как бы, да, зелень есть. Будем по центру гулять, посмотрим, что в центре зелень. Да, и вы потом сравните, где больше зелени. А, вот здесь только разница, что в Лазаревском еще пальмы растут, здесь пальм нет. Ну, и вот такой вот детский оздоровительный центр здесь находится. Не забывайте, что Анапа – это детский курорт. Всегда был и будет. Ну, а мы идем дальше. Ну, естественно, по дороге на море можно купить или поесть здесь вкусняшек. Вот такая столовая. Сейчас мы заглянем. Ну, как я скажу, цены тут, конечно, кусаются в столовых. Вот, здесь различные вкусные, тут вещи можно приобрести. Плавательные. Плавательные. Различные средства, сувениры и все остальное. Ну, мы идем дальше. Значит, приблизительно цены. Арбузы вот за городом стоят 20 рублей килограмм. В городе 35. И мы нашли за 28. Персики у них 180-200. Груш тоже где-то так. Ну, то есть цены московские. Были, вчера мы видели, приехали люди, типа домашние персики привезли. Они тоже стоят 200 рублей. Можно сказать, мы уже почти пришли на море. Сейчас нам осталось буквально 3 минуты еще пройти. Вот уже мы видим анапские песчаные дюны. Ну, такие здесь вот дюны. Можно прям тут загорать. А мы приближаемся к пляжу. Что-то сегодня вот как-то затянуто подозрительно. Чайки летают. Вороны бегают даже тут на пляже. В Лазаревском только голуби и чайки. А здесь еще и вороны. Видно плохо едят. Нет, чайки их наверно приятны. Ну, вот это время-то утреннее, и что народу почти нет. Вот здесь даже пост полиции есть. Видно, такие ранние пташки, как мы пришли. Чтобы может успеть искупаться, если вдруг пойдет дождь. Что-то люди как-то в море не идут. Сейчас мы посмотрим, как... А я градусник забыл. Какая вода. Забыл я градусник взять сегодня. Ну, так вот выглядит пляжная зона. Сейчас, значит, совсем, да? Да, время. Ну, где-то семь, полвосьмого. Народу, естественно. О, без пятнадцати восемь. Естественно, народу мало. Еще пока все спят. Ну, вот такая небольшая волна есть. Ну, можно сказать, что почти штиль на море. Вот чайки прилетели. Стой. Позирует. Сейчас, не чуть-чуть. Ну, вот оно море. Мэгги тут бегает. Все, что хочет. Ну, посмотрим воду пойдем. Ну, ты-то куда? Вон, бабушку жди. Есть немножко травы. Вода холодная, конечно, еще. Не прогрелась за ночь. Ну, солнца еще нет. И, скажем так, мы были первого числа здесь. Искали, как нам прийти к морю. В путь. Но было намного хуже. Сейчас почти вода прозрачная, белая. Но, конечно, холодно. Люди, конечно, купаются как-то. Но мало очень, как видите. Ну, вот такие открываются виды. На, на, путь, жмите. Ну, вот самое главное у нас купальщица с бантиком. Что-то она сегодня как-то не хочет в море идти. Ну, вот главная курортница наша решила тоже. Ну, видимо, вода холодная. Не хочет идти она. Сегодня плавать. Вчера жарко было. Она прям, оп, сразу. Да, бабушка ушла. А ей придется игрушку стоять. Да, сегодня не хочет мыдичка купаться и идти. Не, не климатит для нее погода. Ну, а с противоположной стороны он прогулочный корабль. Отчалил от пирса. Чайки крутятся. Вот такой вот тут прогулочный теплоход. Так, Галина Дмитриевна пошла купаться. Но здесь, не забывайте, детский курорт. Идешь, идешь, идешь. И все по колено, по колено, по колено. Потом бац и глубина. Так. Мы записываем видео на микрофон камеры, чтобы полноту ощущений вам передать на море. Чтобы вы как будто с нами вместе побывали здесь, в Витязево. Главная курортница. Главная курортница что-то не хочет идти в море. Ну, Галина Дмитриевна, расскажите о первых ощущениях заплыва. Прекрасная. Вода прекрасная. Вода сегодня чистая. Водорослей нет. Волма высоких нет. Просто замечательно все. И видно, то ли прилив, то ли что ли. Стало немного поглубже. Ага, понятно. Ну и вода подпрозрачнее стала. Ну, и водорослей нет. Ну и вот такой вот теплоход тут ходит. На полных парах идет. Здесь вот столько чая. Ну что, сегодня первый день на море и уже дельфины. Все, значит погода будет хорошая. Сейчас мы его поймаем. Где-то он тут ныряет. И чайки вокруг него крутятся. Значит рыба есть. А, вот он же тут. А вон он буип и переходит. Вот он. Вот они, дельфинчики. Вот он. Несколько штук даже. Чайки тоже хотят отобрать рыбу у них. Такое ощущение, что их там несколько дельфинов. Три или четыре. Да, и все туда полетели. Смотри, что они были. Ну, это мы что-нибудь подкармливаем. Вот, пожалуйста. Вот и чайки там нападают на них. Рыбу хотят отобрать у дельфинов. А так и чайки на дельфинов. А своего гнезда отгонят. Чайки атакуют дельфинов. Дельфины заплыли в район Чаек. Так, ну что-то мы их потеряли. Куда-то дельфины. Ну вот, первый день на море уже увидели дельфинов. А что будет дальше? Может, мы увидим и кита тут? И акулу? Ну, а здесь вот еще есть такой местный бобик. Вот, все его знают. И все его подкармливают. Здесь очень легко определить, где дельфины. Надо смотреть, где чайки крутятся, пертятся. И там же и дельфины, значит. Вот они. Ну, уже дельфины ушли туда дальше. В сторону Джимми Копа, что ли. Вот они. Вот смотрите, как чайка прям туда атакует дельфины. Все, у нас камера приближения стоит на максимуму. Так что, что получится, то и вы сможете увидеть. Три дельфина. Вот так вот дельфины ловят рыбу. А когда рыба подходит к берегу, то они прям к берегу подходят. Может, нам еще посчастливится их заснять возле берега. Ну, вот такое небольшое видео мы вам засняли. Первый день на пляже. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки, дизлайки. Пишите комментарии. И не забывайте, что наши видео будут выходить так же в дзене. Ссылка на дзен в описании.